шалом дорогие друзья вопрос к нам пришел на тему крещение или погружение крещение духом что это такое что это за штука такая вы знаете сразу хочу сказать что мессианское движение она так же как и движение новозаветнее по всему миру достаточно широкоспектранные то есть разветвленная и многие люди на вопрос о погружении святой дух смотрят по-разному скажу вам как я смотрю на него во-первых погружение святой дух или то о чем пишут деяния апостолов первая вторая главы там где они собрались вместе пережили наполнение языками я считаю что это реальность которая до существует которая переживших погружения святой дух не делает спец людьми но это как один из здоров который раскрывается в нас некоторые из моих детей музыканты то есть у них есть музыкальный дар я вообще как бы ноль в этом деле так что мои дети лучше меня ну конечно они лучше чем я но с другой стороны мы все одинаковые люди и у кого-то есть такой дар у кого-то другой дар дар святого духа или способность пережить то что называется говорение на языках и прочее это определенный дар от господа бог описание очень четко на эту тему говорит и павел в одном из своих посланий послание коринфянам 14 главе говорит ревнуйте о дарах духовных которые частично могут выражаться возможно в и на говорении на говорении на иных языках а в других случаях могут выражаться в какой-то мудрости понимание священных писаний способности видеть сны или даже молиться за больных людей это очень разно плановая вещь которая в посланиях павла больше записана как бы главами названиями отделов больше обобщая чем детализируя даже те девять даров святого духа про который апостол павел пишет в послании коринфянам это тоже заголовки только потому что чудотворение или за слово знания но может быть настолько разнообразных у разных людей могут быть определенные прорывы всех или других направлениях потому что господь бог до нас всех читает как соучастниками мессианского тела и у каждого есть своя маленькая роль не лучшая и не худшая чем у другого говорящий на языках не лучше чем не говорящий за дающий пророчество не лучше чем того который вид видение или который имеет просто дар вспоможения дар молитвы ли дар утешения другого человека или проповедник или просто человек который умеет молиться или тот который просто молчит но идет и просто помогает какому-то ближнему своему таким образом тело господне развивается особенным образом но если более подробно по твилат или крещение в руаха кодиш скажу следующую вещь руаха кодиш само понятие кодиш это не значит какой-то отделенный совершенно обособленный от кого-то а отделенный в позиции праведности господней человек милосердный исправляющийся способность делать чуву и когда нас наполняет руаха кодиш это то что еще говорит ожидайте в иерусалиме и придет к вам руаха кодиш вы исполнитесь им или в другом месте в иоанна он говорит дух утешитель придет вам и напомнит вам все это особенное переживание которое раскрывает в нашей жизни определенную вещь я на мне наверное немножко углублюсь и дам даже такое микро учение на эту тему потому что эта вещь непростая вы знаете после трех лет общения с ешуа или там два с половиной года четко никто не знает но там по-разному есть разная мысль а не важно 12 учеников обрели некие таланты и это безусловно были вещи которые очень явны и я наверно раз классифицирую их в три в три порядка первая вещь то что были со стало с учениками ешуа они стали крайне сведущий священных писаниях то есть это не была академическая школа но следуя за ешуа смотря или слушая его толкование молитвы обсуждения глубинные вещи они стали экспертами священных писаний даже талмуд кое-где упоминает миним то есть верующих вижу то есть талмуд книга которая в общем то не поддерживает мессианство еще упоминает мессианских верующих как определенных на уровне знающих священное писание могущих даже сказать какие-то ну как бы даже галактические идеи которые внедрялись в общество израиля вторая вещь которую приобрели ученики ешуа и это тоже записано в деяниях апостолов в других около библейских книгах они получили разные дары там написано тень петра исцеляла людей они возложили руки исцелились то есть такие вещи сегодня не на каждом шагу это вещи важные но не суть меняющие все хотя крайне важны по крайней мере для личностного пользования то есть мы можем сказать что исцеление какого-то ивана или вася или александра или авраама это вещь незначительная в глобализме мира но для его собственного исцеления особенно если он болен тяжело для его семьи это вещь которая может изменить все и сделать человека полностью светского человека верующего поэтому не пренебрегаем действием даров духа для личностей третья вещь которая дала ученикам после того как они пережили наполнение от святого духа или крещение святой дух они стали изменять культуру наций мы знаем что некоторые из них пошли на запад некоторые на восток ученики ешуа и даже странные обращались к вере в ешуа мы знаем что один из учеников или двое из учеников ешуа на тоннель и андрей пошли по шелковому пути есть масса преданий что народы которые жили в окраинах или в округ по дороге по шелковому пути туда в сторону из иерусалима в китай принимали веру в ешуа потом под силой мусульманство многие из них были насильно обращены в ислам но мы понимаем что вот эти ученики двигаясь в руаха кодиш святом духе могли изменять культуры наций и мы знаем что очень много вещей нехороших религия жесткая религия принесла в разные народы как на западе так и на востоке но изменить культуру то есть эти три последовательные вещи присутствуют в жизни людей из-за крещения святым духом это уже большущие достижения про иные языки если был вопрос более конкретно сказан я до верю что они существуют есть также много вещей которые имитируют их но вы знаете в послании фессалоницам апостол павел дает очень интересную вещь он говорит в доме божьем есть сосуды к святости для святого использования для нечистого ну говоря грубо есть горшки ночные а есть драгоценные или красивые бокалы в которые наливают дорогое вино не для пьянства а для кедуша для лихаема понимаете чем я говорю так вот когда человек поклоняется господу богу с решением поклоняться господу богу он становится сосудом в чести и руаха кодиш который присутствует в жизни человека поклоняющемуся господу богу раскрывает в этом человеке и языки и дары славящие творца когда человек решает для себя я буду отступником я буду делать дела беззакония вы знаете какой закон и беззакония тора и анти тора то есть беззаконие и начинает поклоняться бесам или вести аморальный образ жизни в его жизни могут случаться то что мы называем не чистого духа проявления которые в некоторых случаях скажем в говорении вуд на языках вуду танцуют вокруг дерева и тоже говорят на языках и тогда это сосуды к нечистить нечистоте и поэтому павел там пишет будьте сосудами к чести руха кодиш погружение в него я думаю это до сих пор актуальное переживание только она может быть очень диверсионным у каждого может свое проявление быть желаю вам подобно апостолу павлу ревновать о дарах духовных особенно он пишет там чтобы пророчествовать только все это делаете по-прежнему баират адунай в страхе господнем чтобы не себя превознести а послужить к устроению тех людей которые вокруг вас не с позиции я есть великий учитель а ты просто человек которого господь бог может использовать но это так вкратце пусть бог благословит вас шалом всем